Сегодня в Государственной Думе будет рассматриваться один из важнейших вопросов, который предваряет принятие бюджета 2018 и планового периода 2019-2020 годов. Это изменения в бюджет 2017 года. Как вы помните, мы уже вносили изменения в бюджет и мы высказывали свою позицию по распределению тех денег, которые оказались дополнительными в бюджете. И то распределение, оно, собственно, не добавило ни в социальной сфере, ни образованию, ни здравоохранению, то есть тем отраслям, которые наиболее нуждаются в финансировании. Что касается изменения этого, то здесь дополнением идут 41 миллиард рублей, это увеличение, и на доходы, и на расходы 125 миллиардов рублей. Таким образом, мы в 2017 году еще увеличиваем дефицит федерального бюджета на 84 миллиарда рублей. 148 миллиардов рублей – это экономия. То есть вот то, что я назвала вам цифры, это те параметры, которые меняют бюджет. Все остальное от лукавого. Потому что все остальное – это перераспределение денег внутри статей бюджета и внутри государственных программ. Какое это перераспределение? Давайте возьмем государственные программы. Здравоохранение – минус 9 миллиардов, образование – минус 8,8 миллиардов, социальная поддержка граждан – минус 11,9 миллиарда. Вот такие изменения сегодня нам принесло правительство, чтобы Государственная Дума их приняла. А что у нас в плюсе? А в плюсе у нас 20 миллиардов на поддержку сельского хозяйства. Но давайте разберемся, кому конкретно пойдет эта поддержка. Не думайте, что она пойдет конкретному фермеру или конкретное хозяйство конкретного села. Нет. Скорее всего, эта поддержка пойдет крупным агрохолдингам. Почему? А потому что эта поддержка будет идти через Россельхозбанк. Эти 20 миллиардов поддержки сельскохозяйственного производства пойдут именно через Россельхозбанк. Хотелось бы еще отметить и программу, с которой мы постоянно ругаемся, по которой мы ругаемся с правительством – это программа строительства школ. С правительством ругаемся именно по этой позиции. Почему? Потому что сегодня есть заявки регионов на 4 миллиарда рублей. И если у нас остатки, миллиард примерно рублей на эту государственную программу, то не хватает ровно 3 миллиардов рублей, чтобы 22 региона закрыли эту тему и чтобы с 1 января 2018 года дети пошли в школу. К сожалению, мы этих 3 миллиардов найти не можем. Поэтому фракция КПРФ, очень внимательно изучив изменения в бюджет 2017 года, поддерживать такие изменения, конечно, не будет. Сегодня мы будем корректировать бюджет в сторону увеличения. Это, в общем-то, приятное занятие, когда увеличивается бюджет. Но хотелось бы так проанализировать, а за счет чего увеличился бюджет? Во-первых, спрогнозированная цена в 40 долларов за баррель на нефть не состоялась. Фактически, цена на нефть и на газ увеличилась на 10 долларов. Вот эта прибавка и составила 25 миллиардов рублей дополнительно бюджет. Это нефть и газовые доходы, которые являются до сих пор основой нашей всей экономики. Ну а что реальный сектор экономики дал? Да, он тоже дал. Он дал около 16 миллиардов рублей. Но за счет чего? За счет увеличения НДС, налога на добавленную стоимость, за счет увеличения акцизов, за счет увеличения налога на прибыль. То есть, ободрали экономику на 16 миллиардов рублей, вытащив из нее последние соки. Тем самым, лишили всякой мотивации к развитию производства, к развитию промышленности и сельского хозяйства. Мало того, убрали 4,5 миллиарда из государственных дотаций нашей национальной экономики. То есть, казалось бы, сегодня мы говорим об импортозамещении. Казалось бы, кричат караул, что у нас санкции. Надо поднимать реальный сектор экономики. Надо отказываться от импорта и производить свое. А на самом деле делается все наоборот. Срезаются отсигнования на национальную экономику, увеличиваются налоги для того, чтобы наша продукция была неконкурентоспособна. У нас и так цены товаропроизводителей увеличились на 6%. И только из-за этого у нас экономика поднялась на 1,7%. Если бы не повышались цены, значит, она бы рухнула совсем. Так ведь весь вопрос в том, если мы хотим действительно поднимать экономику и не зависеть от Запада, вот тогда надо делать вливание в нее, тогда она даст отдачу. А пока сырьевой сектор доминирует в нашем бюджете. Конечно, за такой бюджет мы голосовать не будем. Уважаемые коллеги по четвертой власти, я отчасти продолжу тему бюджета, но прежде напомню известное высказывание Михаила Жванецкого. Вот все говорят, молодежь, молодежь, а если мы захотим, молодежи вообще не будет. Сегодня мы рассматриваем изменения в бюджет 2017 года, а вчера высокопоставленный представитель Министерства внутренних сдел заявил, что надо наказывать тех родителей, что мне особенно нравится, учителей, у которых дети осмеливаются идти на несанкционированные митинги. Вы думаете, между этими фактами нет связи? Есть. Объясняю. Напомню, в советский период у нас было 220 бюджетных студентов, бюджетных, на 10 тысяч населения. Сейчас знаете сколько? 138. Сокращение более чем на треть. Если закон о образовании действующий будет исполнен, к 2020 году останется 125. В мои времена студенческая стипендия, обычная, составляла 80% от прожиточного минимума. В ВУЗах, которые работали на оборонку, была выше прожиточного минимума. Сейчас расчетная студенческая стипендия 14% от прожиточного минимума. Это в ВУЗе. В техникуме было 60% от прожиточного минимума. Сейчас, соответственно, около 5% от прожиточного минимума. Так чему мы удивляемся, коллеги? С трудоустройством мы все прекрасно понимаем, как при этом многочисленные законопроекты о том, чтобы ввести квотирование рабочих мест для тех, кто заканчивает школы, техникумы или вузы, многократно отклонялись по требованию правительства Российской Федерации. Уверяю вас, в любой другой стране студент давно пошел бы на митинги, у нас надо его благодарить за то, что он на них долго не ходил. Теперь, что касается учителей, которых хотят сделать крайними. Я хочу напомнить данные Общероссийского народного фронта. В 75 регионах Российской Федерации указ президента не исполняется. При этом учитель средний работает не как ему положено, 18 уроков в неделю, а 28. То есть более чем за полторы ставки, это данные народного фронта, учитель получает меньше, чем должен получать за одну. Разница в оплате учительского труда между регионами достигает четырех раз. При этом, это уже международные данные, российский учитель стал рекордсменом мира, по количеству времени, которое он затрачивает на бюрократические процедуры. Так может лучше учителю сделать нормальные условия труда, для того, чтобы мог разговаривать с детьми, а не заполнять бумаги до бесконечности. Уважаемые коллеги, эту идею можно довести до абсурда. Случилось что-нибудь с учеником? Посадили учителя в тюрьму. Только кто в этом случае пойдет в школу, уважаемые коллеги, надо бы об этом подумать. Конечно, можно до бесконечности пенять на зеркало, но может быть подумать о том, что в нем отражается. С молодежью нужно разговаривать и помогать ей в решении жизненных проблем, а не пытаться свалить с больной головы на здоровую. Спасибо.